Терпели и пусть и пропустили, счет стал равным, но тут же нашли свой шанс со стандартом. Андреа Алмейда убирает мяч под правую ногу, назад, а вот не очень удачно сыграл Мигел Вилозу. Но мяч попадает к Нане, опасный момент, 1-0 на пятой минуте. Показалось уже, что атака эта загублена неудачной передачей Вилозу. Может быть и американцы так подумали, как это настоящий подарок. Впрочем, подарок, который они заслужили, заработали в своей едва ли не первой же атаке, которая докатилась до чужой штрафной. Да, здесь действительно Дамаркус Бисли не уследил за Нане, но и перед ошибкой Бисли, перед позиционной ошибкой, очень грубо другой защитник сборной США. По-моему, это был Джефф Кэмерон, ошибся. Не сумел вынести мяч. Тот срезался. И срезался так оптически там не играл. И вообще непонятно, будет ли выступать Зестро начать атаку, но те здорово ушли из-под прессинга. И Брэдли очень остроумно пропускает мяч на Дэмпси, валится на газон. Мяч остается у американцев. Дэмпси, правый фланг свободен, и Фабиан Джонсон уже здесь. И левая нога у него хорошая. И вы видите, насколько хорошая левая нога у Фабиана Джонсона. И как-то здесь Бету не уверенно смотрелся в рамке. Не прыгнул голкипер сборной Португаль. Фабиан американцев на выходе Бету. Кулаками. И у португальцев есть возможность для быстрой контратаки. Криштиану Роналду один в один. Ой, как это страшно для американского защитника. Быстрее кто там на помощь. Роналду направо играет. Нани бьет. Ховард свою команду выручает. Вот это вот португальцы очень. Все один в один против соперника. И можно финтом двумя убрать его. Но здесь посмотрите. Джефф Кэмерон не испугался. Он очень здорово позицию держал. Не нервничал. Дружны. И вот Фокса попросил Клинсман помочь. На чемпионате мира. Это может быть опасно. Прострел назад. Получается. Брэдли выручает свою команду. 13 номер Рикарду Кошта. Совершенно сумасшедшим образом вынося мяч с линии ворот. Да, это был лучший момент сборной США в этой встрече. Очень хорошая передача. Проход по правому флангу все того же Джонсона. Да, удар все-таки у Брэдли не получился таким, чтобы ни у кого шансов не осталось. Он пробил так, что колено Рикарду Кошты успеет. Очередной раз выполняет он углобой справа. Джонс. И удар. И один-один. Блестящий удар Джермейна Джонса на 64-й минуте. Бету. Нет, он шелохнулся, конечно же. Он даже посмотрел в сторону мяча. Но это максимум, что мог сделать голкипер сборной Португалии в этом эпизоде. Джермейн Джонс. 60 секундцев атаки были опаснее. Учитывая то, что во втором тайме американцы упустили по-настоящему супер-момент. Но и здесь португальцы не накрыли Джермейна Джонса. Сколько он работал с мячом. Сколько он аккуратно себе его под удар пристраивал. И целился в угол. Да, я говорил, что Джермейн Джонс не тактик. Он не умеет делать проникающие тонкие передачи. Но удар у него всегда был. Человек похож. И в последнем матче Германия и США играют друг с другом. Руководят этими командами. Старые приятели. Юрген Клинцман и Йехимлев. Конечно же нельзя ни на что здесь намекать такое. Но смахивает Ховард мяч. Мерелиш. Это опасно. Ховард свою команду выручает в ближнем углу. В центре поля. Хорошая передача. Это вышел на замену. Ледлин. Прострел. И опасный момент. И отсюда нужно забивать Зуси. Положение вне игры или нет? Нет положения вне игры. Это Клинт Демси, который забивает свой второй гол на чемпионате мира. И, возможно, отправляет Португалию домой. Вот это грубейший провал в обороне. Посмотрите, здесь никто не встречает Едлина. Прострел. И здесь уже мог бить Брэдли. Мяч удачно отскакивает к Зуси. И животом Клинт Демси забивает этот гол. Криштиану Роналду. 30 секунд остается у него. Подача в штрафную. Падение. Борелы и А2-2. Португальцы спасаются. Дополнительное уже в добавленное арбитром время. На пятый. Уже не можем. И сборная США пропускает последнюю атаку. Отличный пас Криштиану Роналду. Очень зрячий. Очень точный. И Борелла, вышедший на замену, в падении бьет головой. И вот вторая грубая ошибка американских защитников, которых я поспешил похвалить несколько минут назад. 95-я минута. Юрген Клинтсман пока еще не в плей. И Криштиану Роналду, который все-таки сделал свое дело. Он не забил, но он отдал эту голевую передачу, которая спасла его команду.